привет так как я знаю что вы любите некоторые из вас любят обзоры покупочек еды а я сегодня что-то пошла за мандаринами и купила не только мандарины и решила обозреть ай блин чех то у меня кошельки кошелек то у меня не тут и сказать как я лоханулась а момент когда не дают нормально посмотреть составом убраны короче закупилась я на 740 рублей 84 копейки пакет магнитный сейчас подорожал стоит 9 рублей без копейки мне конечно был рюкзак но у меня тут такой напряг с пакетами что я купила пакет магнитный у меня закончилась всякая такая крупа из трех видов я вообще думала если будет пшеница или ячмень и будет она дешевле чем допустим молотая речка пшенка то я куплю лучше пшеницу сама и помолю но пшеницы не было ячменя тоже но потом были вот я думаю что может быть они даже дешевле вы чтобы были чем дешевле стоили чем пшеница полноценно у меня сзади меня стоит сзади камеры стоит вертикально моя лампа монтаж на которую все никак не сделаю в общем магнит у нас пакет магнита у нас пакет майка магнит 899 а вот это у нас крупа ячневая ячменная ячневая 15 месяцев она живет сделана она на 10 10 23 упакована 8 ноября сегодня у нас 20 декабря они ты тут эта крупа ячневая 800 грамм 27 рублей без копейки тут слушайте тут практически все без копейки у меня вышло но что то есть с 12 на конце в общем группа ячменная 800 грамм я тут делала себе ну мало короче в кофемолке но поняла что лучше это все-таки не в китбардовской кофемолке делать специальные насадки на биоломикс быстрее и качественнее вот молола себе ячмень который у меня там было и у меня были грибы немножко маринованные немножко соленые все так вот немножко таких немного других из выдру и те и другие я сделала себе кашу вот она мне на на балконе стоит замерзшая я ее немножко разогрею в микроволновке покушаю с соленым огурцом короче в общем вот ячка пшенку я делала как-то в деревню маленькой медленоварке и себе и гостям и людям зашла и мне тоже причем люди сказали ой она сладкая но видимо она сама по себе сладкая некая сладость там есть а тут такое ощущение что пакеты но он пошире этот поуже и повыше а этот пошире еще и он соответственно неполный кажется будто тут меньше тут у нас крупа ячка точнее пшенка моя цена на 30 ноября запас запасована это живет 9 месяцев тут тоже восемьсот грамм от 15 это 9 ну в общем так то вот не показала моды по экрану она кстати тоже по той же цене 27 без копейки 2699 меня тут есть гречка потому что я тут хотела гречки стоять а у меня буквально там со столовую ложку но думаю что надо купить гречку потом думаю о чем не покупать я сварила в итоге с грибами эту ячку которую измельчила сама же ручную я думаю потом как не куплю гречки а тут зашла увидела гречка что-то гречка поскидка не поверишь зритель гречка 800 грамм 37 79 даже не 99 то есть у меня тут щеки 2 таких и 99 на конце в общем 37 рублей 79 копеек можно я скажу обосраться и не жить кошка не надо там лазать крупа гречневая дрица быстро разваривающаяся из пропаренного зерна сорт 1 маленькой медленоварке надо 20 минут было бы как у вас так я купила какой-то хлеб меня немного напрягал один момент ну думаю ладно хрен с ним это был самый более менее свежий хлеб мир сдобренных первый хлеб завод 1927 года рождения хлеб крестьянский ржаной солодовый кориандр за чего там заварной на густой опаре тут он это для кобылы нарисованы тут он хотелось сказать какой-то гриб не лесовик но это видимо что-то другое типа имитация поля хлеб у нас сегодняшнего дня 72 часа у него срок годности большущий такой 380 грамм в составе помимо прочего есть какой-то антиокислитель е-300 я думаю ну ладно хоть поймала маха нет хлеб у меня сегодня у меня как бы нет особой нужды в хлебе и меня есть немножко лаваша сушеного его с творогом смешала со сладким и с творогом не с чесноком с двумя разными творогами кошка не надо тут эту можешь пылиться на планшет но не трогай и этот короче у меня есть просто хлебцы такие ну вот как хлебцы бывают там магните такие по 8 штучек я хочу еще и из льняного жмыха только на сначала масло из льня отжать сделать нашла рецепт этих льняные хлебушки так вот если бы у меня сегодня не случился двойной приступ на каждую ногу с утрец разница три часа я бы хлеба не купила но вот хлеб с нервяка потому что вот есть мамаши которые не считают нужным своих детей воспитывать и считают что ой меня в детстве так сурово воспитывали поэтому я решила забить на воспитание своего ребенка и даже не смотрю как она учится а ребенок мне заявляют я так ненавижу незнакомых людей потому что при них надо вести себя нормально а вот тебя я знаю я у тебя что-нибудь украду я у тебя компот на стол налью короче дикий очень ребенок у меня сначала после общения с ними случился приступ моей эпилепсии потом на нервяки ну знаете постоянно когда ты думаешь как был следите за ребенком и так чтобы в доме ничего не пропало и ничего не сломалось а я как никогда не скрывала что я не люблю детей мне еще подруга из прошлой жизни но из прошлой компании как бы я даже не знаю сейчас наверное она в уровне знакомая и жаловалась нагреть я чувствую шути аллергия на детей ягода не воспитанных действительно у меня религия так вот если у меня сегодня двойной приступ не случился на убиловки с удорогами с болью дикой я бы не купила хлеба так хлеб надо сожрать я хотела вообще просто черный на черного как-то и свежего был только такой так вот хлеб крестьянским 25 90 26 рублей без копейки 25 рублей 99 копеек такая большущая хина я думала дорога стоит я купила селедки обычно мне ее на кассе пакетик укладывают но чуть тут не вложили в пакетик а я понадеялась на них 25 ноября она созданная и до 23 марта она живет магнит или кусочки масле высокая качество лучшая закуска 100 процентов куза она более-менее с натуральным составом тут раз этот подсолнечное масло сельдь и рафинированная деридорированная соль консерванты и 202 или 311 все я конечно против консервантов ну потому что масло она сама по себе уже консервант ну ну ладно какая есть она была типа по скидке 69 99 короче тут 150 грамм упаковочка 70 рублей без копейки вот такая сельдь она мне нравится вот как не сварю картофель сделаю этой самой я себе купила никогда не покупала тут что-то купила м свежести индейка азу охлажденная вообще не представляю что такое азу полуфабрикат из мяса индейки натуральные кусковые бескостные охлажденные азу 16 декабря созданные сегодня на 20 до 30 декабря они живут 500 грамм быстро и вкусно для самых вкусных будет контроль качества я хочу часть из них засолить вот как сало делают так вот я хочу с мясом попробовать хотя мне родня сказала что вряд ли что получится но можно же поэкспериментировать словали в специях зафигачить чесночком в баночку в холодильник потом посмотреть что год поэтому что у меня было сало свиное там была приличная прослойка мяса помимо сала и вышло вкусно а вчера меня угостила сестра копченым соленым салом там тоже были кусочки мяса в этом сале тоже было очень вкусно ну а часть может запеку или заварю не знаю в общем вот это вот контейнер большой больше чем на 500 грамм чем туда помещается то где у нас это самая фигня то а вот магнит свежий сразу из индейки 229 99 короче 230 рублей без копейки мандаринщики там были крупные мандаринщики и средние мандаринщики на счет они мне по виду не понравились я думаю блин неужели это нет мандаринчиков миг маленьких страшненьких таких вот они вкуснее но они какие-то вкусные гладкие просто уронила по-моему уже второй раз что-то уроняет я буду потом грянут что там короче вот мандаринщики магнити они у нас дешевле чем в других местах в тех же магазинах которые рядом при этом короче 140 рублей без копейки мандаринщики вышли мне на 458 грамм вот та самая 12 копеек на конца 64 рубля 12 копеек мандаринщики и дальше то чего я лоханулась я хотел сначала подороже купить но думаю фиг знает может там тоже состав какой-то не такой я тут ну кто есть на моем инсту подписан видели наверное там икру фотку кидала я еще может отзыв на нее напишу на рек потому что я фотки сделала икру слопала за два захода с бутербродами хорошая икра была что-то около 500 рублей 90 грамм икра горбуши тут туда сыграла сосевая зернистая соленая рыбы промпродукт я так поняла что если написано зернистая значит она из икры а если написано не не зернистая то значит она структурированная она шла по скидке в магните на кассе прямо стояла пустая коробочка я хотела глянуть состав но состав был закрыт герлучком поэтому я не увидела что там что там 249 99 короче 250 рублей без копейки за 95 грамм горбуши масса нет 95 грамм 10 месяцев на живет при одной температуре и 12 месяцев она живет при другой температуре короче она 12 ноября создана икра горбуши вот открывается ключом то там не было стеклянная баночка и потом помыла нам не под масло пойдет икра зернистая лососевая скобочках горбуши икра зернистая лососевая скобочках мерки икра зернистая лососева скобочках кеты составе у нас икра лососевых рыб соль масло растительное я молюсь всем чертям шумерским богам японским и китайским богам и этим американских индейцев богам чтобы это было масло растительное и пальмовое или если кокосовая допустим то нормального срока годности потому что просроченное кокосовое масло не менее поганой чем пальмовая по вот этому то что у меня потом идет от него пищевые добавки как мелко то влагоудерживающий агент и 422 на коль хрен он там консерванты сорбиновая кислота и 220 бензоат натрия и 211 упакована под вакуумом произведено из-за мороженого сырья ну спасибо хоть и не из не структурированная но короче все бы ничего вот только вот это вот невнятное масло ну вот я хотела ее на бутербродик фигахнуть ну думаю ладно посмотрю еще так подумала в чем в чем подвох я и у продавщи спрашивала нормальный кону обычная про ну для них то нормально обычный экран не может и не все же пальмовое масло они могут не есть короче вот 250 без копейки напомню все это вместе вместе с пакетом вышла на 740 рублей 84 копейки вот магните это собрала она так вот на меня это светит своим прямоугольным фингалом сейчас я еще с мэрчик за с мэрю главное чтобы у меня времени хватило в общем зритель спасибо за просмотр если решишь мой канал поддержать то где-то будет облачко да хочу сказать не знаю какое видео раньше выйдет то которое с телефона о котором я заявила на странице о канале или вот это я распрощалась донейшин альерс а лерс или как он там потому что по единственный донат за последние несколько месяцев что туда случился от аминочки за что и спасибо они решили мне сначала отжать под шумок ну типа я не замечу и останусь без денег но я заметила и мне пришлось с ними конфликтовать после чего мне сказали что они мне разблокировали мои деньги но вот теперь этот сервис только для стримеров которые вот виду я стрим с abs тогда я могу их ссылку использовать и доната принимать на этот сервис а если я веду стрим без abs то не могу я удалила аккаунт правда аккаунт будут удаляться целых 30 дней короче если решите задонатить то и вы при этом из-за бугра и вам не получается задонатить мне на бусти то я просто подумаю в ближайшее время или какую-нибудь карту валютную создам или можете просто пыркнуть мне куда-нибудь у меня есть валютный счет на кредит европа банк ну или это как-то вот потом какой-то сервис то короче если хотите задонатить то я скажу вам спасибо в титрах ну и чё это пока